Всем привет! В 2008 году Peugeot расширило свою модельную гамму, добавив нулей в обозначение. Итак, появился герой нашего сегодняшнего обзора. Эта модель выпускалась с 2009 года до осени 2016. Итак, встречаем Peugeot 3008. Кого он вам напоминает? Львиного в его облике мало, да и кроссоверных черт нет совсем. Но какой-то кроссовер даже полного привода нет, исключая очень редкие гибридные версии, где колеса задней оси толкают электромотор. Да, карданного вала в таких версиях тоже нет. В общем, Peugeot 3008 – это типичный минивэн, замаскированный под нечто кроссоверное. Защитного некрашенного пластика хватило только на бамперы и на молдинги вдоль дверей. И внезапно задняя дверь состоит из двух половинок. Вероятно, таким решением, то есть откидным бортом, создатели хотели сделать Peugeot 308, похожим на X5 либо Range Rover. А вообще, 3008 сделан на той же платформе PF2, что и модели 307 и 308. Что хорошо? Плохо то, что один бензиновый двигатель и это стрёмный EP6. А вот дизели 1.6 и 2.0 HDI хороши. В общем, давайте рассматривать, что в 3008 хорошо и зачем нужен глаз да глаз. Итак, поехали! С чем хорошо у любого француза, так это с кузовом. Peugeot 3008 окрашен очень качественно и на совесть. Стыки кузова с бамперами не оголяются, нижние края дверей не покрываются жуками. А вообще, вспучивание краски на этом автомобиле говорит о ДТП и о том, что металл не был должным образом подготовлен перед покраской. Однако, не стоит вообще ничего не делать в плане защиты кузова от коррозии. Нужно как минимум следить за стыком деталей порога снизу на днище. Часто его кромка заметно поражена ржавчиной. Вообще, по опыту младших Peugeot, пороги стоит защищать изнутри консистентным антикором. Это на годы защитит от появления в них сквозных дыр. Peugeot 3008, которые не знали нормального ухода за кузовом, а также с большим пробегом, можно отличить по помутневшим хромированным деталям, по потускневшим фарам и, что дороже в устранении, по выгоревшим отражателям линз. А также еще стоит отметить, что лобовое стекло оригинально мягковато. И если вы ездите часто по насыпанным песком дорогах, оно очень интенсивно царапается. Светодиоды в центральном стоп-сигнале не вечные, перегорают по одному. Но вот этот стоп-сигнал можно разобрать и впаять диоды либо по одному, либо внедрить туда часть диодной ленты. Иногда случается попадание воды в кнопку отпирания багажника. Ее вот этот вот резиновый кожух либо лопается, либо же начинает пропускать воду, и из-за попадания воды в кнопку случаются ложные срабатывания. В общем, кнопка оригинальная стоит 50 долларов, но есть заменители, которые в два раза дешевле. В задней части пола багажника установлены пластиковые фиксаторы с подпружиненными язычками. Так вот, если перевозить тяжелый груз, то эти фиксаторы ломаются, и полка начинает греметь. Решение – установка оригинального ремкомплекта за 20 долларов. Ну, а теперь традиционно расскажем вам про салон Peugeot 3008. Добро пожаловать! В передней части салона Peugeot 3008 изо всех сил старается не напоминать компакт-вэн. Передняя консоль водопадом стекает в подлокотнику. Тут еще и центральный поручень есть. Непонятно только, в каких условиях за него нужно держаться и кому – водителю или пассажиру. Любопытная особенность Peugeot 3008 – это второй бардачок, который расположен прямо под рулевой колонкой. А сзади, в полу, под ногами пассажиров, слева и справа есть люки, а под ними ниши для мелочевки. Материалы отделки неплохие, однако первые владельцы этих машин могут вспомнить, что ручка МКПП или набалдашник селектора КПП быстро стирались. Еще ускоренными темпами изнашивается оплетка рулевого колеса. Весь руль в сборе дилеры меняли по гарантии. У всех Peugeot 3008 – электронный привод стояночного тормоза. Так вот, механизм ручника оказался надежнее его кнопки. Вообщем, во многих машинах эту кнопку пришлось поменять на новую. Кнопка ломается, симптом понятный. При нажатии механизм ручника никак не реагирует. Еще в этой кнопке ломаются проушины. В этом случае кнопка нажимается не так четко, но ручник работает. В общем, оригинальная такая кнопка стоит 80 долларов. Есть, естественно, заменители примерно по 25. Заменить кнопку несложно. Эта часть консоли разбирается за пару минут. В интернете куча инструкций. Оригинальные ключи Peugeot 3008 совсем простенькие и дешевенькие. В них запросто протираются вот эти резиновые кнопки. Но поменять корпусы ключей на новые и качественные, которые выглядят как оригинал, не проблема. Единственный бензиновый двигатель для Peugeot 3008 – это всем любимый пресловутый EP6. Есть две версии. Базовая версия на 120 лошадиных сил с распределенным впрыском и велфтроником. И турбовая версия на 150 лошадиных сил без велфтроника, но с непосредственным впрыском. Мотор, скажем так, не подарок. У нас есть подробнейший обзор на этот мотор. Обязательно посмотрите, кто не видел. Там мы рассказали вообще обо всем. Мотор, как говорил, уже не подарок, но с ним жить можно. Надо менять масло обязательно раз в 7000 километров. И раз в 150 тысяч километров вас ждет дорогой ремонт, который подкинет ТНВД, который стоит 600 долларов. ТНВД на турбированном двигателе. На атмосферниках при больших пробегах может подкинуть проблем система ValveTronic. Если экономить на масле, то помимо других неприятностей еще и будет износ шестерни промежуточного вала. А также придется поменять электромотор. ValveTronic – это 600 долларов за каждую деталь. Еще у моторов EP6 совершенно удивительный регулируемый привод помпы. Если ролик износится, то появится стук. Но можно не тратить 120 долларов на весь привод, а можно купить хороший неоригинальный ролик отдельно за 30 долларов и поменять его. Цепь ГРМ на моторах EP6 может начать греметь и тарахтеть из-за износа гидронатяжителя. Гидронатяжители долго постоянно обновляли, и надо установить гидронатяжитель именно последней ревизии. Стоит он около 50 долларов. У турбомотора EP6 дроссельная заслонка находится под впускным коллектором, поэтому в ее сервопривод попадает масло и всячески портит ее здоровье. Появляются ошибки по заслонке. В этом случае можно попробовать отмыть сервопривод и вернуть ей работоспособность. Но если этого не получилось, придется покупать бэушную заслонку либо новую. Новая стоит 500 долларов. Вообще про слабости EP6 можно рассказывать долго. Корпус термостата стоит 180 долларов и предательски течет рано или поздно. Плюс еще и термостат не сильно долговечный. Раз в 100-150 тысяч километров придется устранить течи масла из-под стакана масляного фильтра. Из-под клапанной крышки вакуумного насоса у атмосферника у турбомотора начнет запотевать трубка подачи масла. Ближе к 200 тысячам километров начнется жор масла. Придется менять массосъемные колпачки. Кстати, безобидный вакуумный насос может просто развалиться, и тогда тормоза буквально пропадут. И все эти хлопоты могут закончиться тем, что у EP6 развалится поршень первого цилиндра. Кстати, первый цилиндр – это ближайший к моковику, так как речь идет о французском автомобиле. То есть разваливается поршень из-за заправки некачественным топливом, а также он может развалиться из-за пропусков зажигания, если свечи зажигания изношены. В общем, с мотором EP6 можно жить. А чтобы жить с ним счастливо, надо постоянно за ним следить. Большинство автомобилей Peugeot 3008, которые ездят по нашим дорогам, больше половины уж точно оснащены двигателями 1.6 HDI. До рестайлинга у этих двигателей была 16-клапанная ГБЦ. А вот ближе к рестайлингу блок цилиндров накрыли 8-клапанной ГБЦ. По сравнению с моторами EP6 эти двигатели просто сказочные и беспроблемные. Они требуют стандартного внимания раз в 200 тысяч километров. Ну, то есть разобраться с системой EGR, системой экологии. Топливная система, кстати, очень надежная. И можно сказать, что двигатель 1.6 HDI в годы своей молодости относительно 16-клапанной ГБЦ мог огорчить растяжением межраспредвальной цепи. Но цепи новой ревизии служат просто хорошо. И не отказывайте в адекватном обслуживании. Устраняйте появление масла по стыку впускного тракта из-под масляных форсунок. Это касается восьмиклапанной версии. И, кстати, у нас на канале есть подробнейшие обзоры этих двигателей. Те, кто еще не подписан, обязательно подпишитесь. Peugeot 3008 с двухлитровым турбодизелем встречается гораздо реже. Ничего плохого мы про этот мотор сказать не можем. Он тоже надежный и долговечный, и нуждается в адекватном обслуживании. Не забывайте менять цепь ГРМ, а также при больших пробегах надо будет поменять цепь распредвала. И у нас на канале есть подробнейший обзор этого двигателя. Посмотрите. Механические трансмиссии Peugeot 3008 хороши и проблем не создают. Механика ML6C, которая для дизельных моторов хороша с любой стороны. А вот механика BE4R, которая устанавливалась с бензиновыми двигателями, не совсем хороша. У нее хлипковат механизм выбора передач. То есть, по мере износа механизма передачи, включение их становится нечеткими. Peugeot 3008 с двумя педалями оснащались либо роботизированной трансмиссией шестиступенчатой собственной разработки Peugeot, либо японским автоматом Aisin. Так вот, японский автомат Aisin устанавливался на автомобили с двигателем 1.6 THP и 2.0 HDI, а также на последней версии автомобилей с мотором 1.6 HDI, то есть рестайлинговые, то есть самые последние версии выпуска этой модели. На шестиступенчатый Aisin грех жаловаться, и чтобы эта трансмиссия не разочаровывала, достаточно менять в ней трансмиссионную жидкость каждые 60 тысяч километров. Подойдет любая распространенная АТФ с допуском JWS3324. Кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор Aisin TF80SC, а агрегаты Aisin TF70SC и Aisin TF82SC это ее обновленные и улучшенные версии, грубо говоря, под систему старт-стоп. Роботизированные трансмиссии EGS6 это механика с сервоприводами механизма выбора передач и сцепления. На сегодняшний день можно сказать, что это самый лучший и надежный робот. Многие владельцы таких машин довольны этой трансмиссией, а если ездить не спеша, то медленные переключения передач не напрягают. Итак, трансмиссия EGS6 встречается на автомобилях с двигателем 1.6 HD до 2015 года, а также на гибридных версиях Peugeot 3008. Комплект сцепления этой трансмиссии обычно выхаживает 150 тысяч километров. Корзина сцепления вместе с диском стоит в оригинале 150 долларов. Выжимной подшипник 140 долларов. Двухмассовый маховик 300-400 долларов. Для гибридной версии 550 долларов. Но ходит примерно 300 тысяч километров. Этот робот просто в обслуживании. Его гидросистема работает на масле типа 75V80. Бачок с указанием уровня находится прямо на гидронасосе. Каждые 20 тысяч километров. После замены масла следует проводить адаптацию этого робота, чтобы он работал плавнее. Кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор этой трансмиссии. Там мы рассказали о всех нюансах. Если кто еще не подписан на наш канал, обязательно подпишитесь. Нам это очень поможет в продвижении. Помните, что в «АвтоСтронг» есть не только очень качественные БУ-запчасти, но и новые. Также те, кто не подписан на наш канал, обязательно подпишитесь. Нам это поможет в продвижении. А вам поможет знать абсолютно все об автомобилях. Также в «АвтоСтронг» есть еще подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, подбираем байки с минимальными пробегами и продаем их в отличном состоянии. Нужен байк обязательно в «МотоСтронг». Ссылочки оставлю в описании. Ну а сейчас мы поедем на «АвтоСтронг-М», чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Ну что, мы на «АвтоСтронг-М». Ну и продолжаем. По вот этой вот петле капота со стороны пассажира проложена гофрированная трубочка, которая идет к форсункам для омывания лобового стекла. Так вот, если форсунки не льют, то значит где-то в этом месте разрыв. Такая неприятность происходит практически на всех Peugeot 3008. Так вот, способов устранения этой проблемы много. От проложения здесь резинного шланга до соединения места разрыва подходящим соединителем. Справа под капотом, под пластиковыми кожухами, вот здесь собрана токораспределительная система, в которую входит блок BSI. В этом блоке десяток предохранителей, 5 электроразъемов и столько же реле, включая реле бензонасоса, вентилятора, насоса ГУР и других компонентов. Не так уж часто, но проявляется дефект пайки. В этом случае появляются разнообразные глюки по электронной системе. То есть фары могут не включаться, машина может не заводиться, дворники машут по-своему и так далее. Блок BSI можно купить новым за 170-200 долларов. Также можно купить БУ-блок, обязательно позвоните и уточните в автостронг, а также можно пропаять свой. Но практика показывает, что это ненадолго. Глюки могут вернуться. На корпусе основного вентилятора охлаждения установлен терморезистор. Нельзя сказать, что он очень часто выходит из строя. Но если выходит из строя, то ЭБУ начинает интенсивнее охлаждать двигатель. То есть открывает термостат пораньше, плюс не дает включаться компрессору кондиционера. Новый резистор, оригинальный, стоит 70 долларов. Есть заменители по 10-15 баксов. Рулевая рейка у Peugeot 3008 гидравлическая, но насос имеет электрический привод. Нельзя сказать, что вся эта система ненадежная, но электронасос стоит очень дорого. Поэтому внимательно относитесь к гидросистеме, меняйте жидкость в гидросистеме раз в пару лет. И, кстати, если двигатель Peugeot 3008 стал чрезмерно вибрировать, то обязательно обратите внимание на вот этот сайлентблок нижней опоры двигателя. Могут появиться еще и толчки при переключении передач. Так вот, из-за износа этого сайлентблока двигатель раскачивается сильно вперед-назад, и от этого появляются пинки и вибрации. Передняя подвеска Peugeot 3008 основана на стойках McPherson. Начнем с того, что опорные элементы стоек, а это подшипники, опора и упор штока, ходят примерно 150 тысяч километров. Стоят, соответственно, 120, 30 и 15 долларов. Неоригинальные детали намного дешевле. Стойки стабилизатора оригинальные стоят 30 долларов, ходят примерно 60 тысяч километров. Ступичные подшипники слабоваты, ходят примерно 100 тысяч километров. Стоят 60 долларов за штуку. Оригинальный рычаг стальной, с двумя запрессованными сайлентблоками. Так вот, этот рычаг можно купить оригинальный за 50 долларов. Шаровая же опора здесь вкручена в поворотный кулак, садится на конус и фиксируется гайкой к рычагу. Ходят шаровые очень долго. Оригинальная шаровая опора стоит всего лишь 30 долларов. Внутри балки находится усилитель, который сегодня все чаще лопается. Он ослабевает из-за коррозии. Естественно, отдельно его не купить. Тут либо придется искать всю заднюю балку на разборке, либо подваривать, что очень ненадежно. Или даже вставить вместо него лом или трубу, чтобы вернуть балке упругость. Кстати, вживить трубу вместо лопнувшей не так уж и сложно. Балку не нужно снимать. Доступ к усилителю и для новой детали открывается после снятия задних колес. И, кстати, у гибридной версии задняя подвеска независимая. С монстрозным подрамником, четырьмя рычагами и установленными под большим углом амортизаторами. И еще опционально переднеприводные Peugeot 3008 оснащались системой динамической стабилизации задней подвески. И в этом случае оба задних амортизатора соединены между собой трубками гидросистемы с управляющим резервуаром посередине. Так вот, если со временем амортизаторы начинают течь, то рекомендуется поменять все компоненты этой системы. То есть амортизаторы, шланги и управляющий резервуар. А это стоит примерно 1000 долларов. Как вы думаете, кто-то их меняет? Нет, скорее всего, владелец предпочтет просто поставить пассивные задние амортизаторы. Нужны только амортизаторы и пыльник. А пассивный амортизатор для задней подвески для Peugeot 3008 стоит 80 долларов. Как вы помните, стояночный тормоз у Peugeot 3008 электромеханический. Тут один актуатор, который тянет основной трос, соединенный с левым и правым тросами. Проблем с актуатором обычно не случается, а вот тросы со временем ржавеют и заклинивают в оплетках. Конечно, их стоит заменить заранее, чтобы одно из задних колес не оказалось заблокированным. И, кстати, иногда родные пружины приходится менять из-за того, что у них обламываются витки. Peugeot 3008 – это то ли минивэн, то ли кроссовер. В общем, решать вам. Сильная сторона этой машины – это, бесспорно, нормальный, крепкий и хорошо покрашенный кузов. Хотя антикор ему тоже не помешает. Бесспорно, дизельные двигатели хороши. Ну и с ЕП6 тоже жить можно, но надо к нему щепетильнее относиться и менять масло почаще. Ну а вы бы стали рассматривать Peugeot 3008 к покупке? Ну и если вы хотите, чтобы мы почаще делали вот такие вот классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк, напишите комментарий к этому видео. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».